Здравия всем, на связи Властислав. Те, кто подписан на телеграм-канал, что привязан к ютуб-проекту «Все об общем, все как есть», знают причину моего отсутствия. Проблема заключается в интернете, что провайдеры не могут наладить подключение вот уже третью неделю. Из-за этого подготовка материала для вас, дорогих зрителей, стала проблематичной. Но я не терял времени даром. Впереди вас ждет большой выпуск с интересной темой для всех, кто намерен эмигрировать в Венесуэлу или просто хочет погостить. Да и, кстати, будет бонус. Поэтому подпишитесь на канал, вбейте в колокол, чтобы не пропустить. И, конечно, лайки и комментарии, которые помогают в развитии канала. Ну а пока предлагаю познакомиться с венесуэльской традиционной кухней. А чтобы не тянуть видео, поставлю в комментариях тайм-код начала приготовления. Приятного вам просмотра. Все об общем, все как есть. Данный видеоряд никаким образом не присваивает чужое авторское право или как-то намекает на это. Не искажает информацию авторского творчества, не осмеивает и не производит пародию. Только его конечный перевод для русскоязычной публики. Ссылка на оригинальный видеоролик будет указана в описании. Ссылка на оригинальный видеоролик будет указана в описании. Ссылка на оригинальный видеоролик будет указана в описании. Так что сегодня мы научимся делать арепы, как бог велел. Так давайте начнем с теории. Для того, чтобы приготовить арепы, надо всего лишь три ингредиента. Понадобится вода, кукурузная мука и соль. Для начала возьмем глубокую чашу для смешивания теста под арепы. Нальем большой стакан воды комнатной температуры. Затем туда добавим пол чайной ложечки соли. Можно больше, на ваш вкус. В принципе, можно смешать те ингредиенты сразу. Добавим немножечко подсолнечного масла. Где-то одну чайную ложечку, немного. Затем ложкой попробуем растворить соль в воде. И уже сейчас, понемногу помешивая, будем всыпать кукурузную муку, чтобы растворялось постепенно. Хотя есть люди, которые делают наоборот. Вливают воду в муку или же все смешивают сразу. Кому как нравится. Если долго размешивать, оставшиеся комочки полностью растворятся. После добавления всех ингредиентов, тесто следует как можно тщательно замешать. Особенно уделить внимание маленьким комочкам, чтобы их не было. Если же тесто совсем жидкое, как сейчас, надо добавить еще немного кукурузной муки. Теперь самый важный момент. Тесто после замеса должно отстояться минимум 5-10 минут для поглощения всей влаги. При этом тесто должно оставаться немного жидким. Если и осталось какие комочки, они должны размятнуть и стать однородной массой. Определить, готово ли тесто. Вернувшись, после пропущенного стаканчика газировки, увидим. Тесто немного разбухнет, и к такой консистенции следует добавить еще кукурузной муки, чтобы можно было лепить и придать форму арепам. Сыпнем немного муки и тщательно замешаем. Хорошо, ребята. Итак, на замес вышло около 30 секунд, может, минута, не знаю точно. Мы получили плотную текстуру кукурузной массы, которую можно придать в прекрасную форму круга, квадрата или какой-либо другой. Теперь дадим 5 минут отдохнуть, чтобы начать делать наши арепы и жарить их уже на сковороде. Итак, я продождал 10 минут. Слегка смочим руки, чтобы тесто не пристало к ладоням, когда начнем лепить. Возьмем колобочек массы и закручивая будем превращать вот такими незатейливыми движениями в тарелочку. Как-то так. Затем смочим руки, начнем придавливать ладонями в такой манере, получая идеальную круглую арепу. Если случайно поопались или разорвались края, их всегда можно поправить вот так, похлопывая влажной рукой, чтобы у нас были все идеальны. Если у нас заготовка получилась идеально, как эта, она и готова прилечь на сковороду. Сейчас, пока разыграем сковороду для приготовления арепы, поставим на среднюю температуру. Поясню, если будете готовить на электроплите, выставите в положении 5-6. Если же вы работаете на газе, смело ставьте на половину ваших параметров. Нальем немного масла, совсем немного, и можно салфеткой размазать по поверхности. Требуется совсем мало масла, потому что нам не надо жарить. Совсем немного масла. Лишь тонкий слой, чтобы только не прилипало арепах к сковороде. Единственное, что осталось сделать, положить арепку на огонь и дождаться, когда поджарится нижний первый слой. Дав примерно 7-5 минут. Для этого надо следить, не отходя от сковороды. Очень важно. Когда мы положим арепу, не надо ее двигать, ждем получения ровной корочки. Да, и тогда можно будет легко перевернуть. Именно так и будем делать. Иначе, если перевернуть раньше времени, нижняя часть может прилипнуть к сковороде, тем самым испортим арепу. Поэтому, не трогая арепу, дадим примерно минимум 3-4 минуточек. Прошло примерно 5-7 минут. Теперь перевернем и посмотрим нижнюю часть. Немного поближе к камере. Как мы можем видеть хрустящий слой. Поджарено. В таком случае, она не прилипа к совороде. Теперь нам надо все повторить с другой стороны. Для этого привожу ее к сковородочке. Ага, уже продолжим здесь. Заодно перевернем другие арепки. Вообще, кружочки готовятся примерно 10 минут. Они полностью изготавливаются к разрезу и можно применять к любой трапезе. Все, закончили приготовление арепы. Вы наверняка спросите, как определить готовность наших арепок. В основном, много людей проверяют похлопыванием, чтобы услышать пустоту. А арепа, что с пустотой, это и есть то идеальное состояние. Также, можем определить по ее поджаристости. Это ее основной индикатор. Сейчас разрежем. Посмотрим, что внутри. Будьте осторожны, она горячая. Возьмем салфеточку и ножичком аккуратненько откроем. Но не режьте все по окружности. Нужно открыть вот таким образом. Вот сюда можно начинять чего угодно. Потом накрыть и восхищаться вкусом. Но я для этого использую кулачковое мясо и хамон с сыром. Итак, имеем прекрасную арепу. Открою и начиняю ее кулачковым мясом. Да, именно как делают в Венесуэле. Готово. Теперь можем наслаждаться прелестью завтрака. Хорошо, ребят. Это все в сегодняшнем рецепте. К финалу хотел бы дополнить кулачковому мясу можно добавить сливочного сыра. Итак, возьмем с хамоном и сыром и скорее же попробуем. Это прекрасное удовольствие. Если у вас к настоящему венесуэльскому завтраку есть прекрасная Мальта. Нет ничего прекраснее к венесуэльскому завтраку. Меня зовут Хуан Педро. Я могу любовь и слава перевести и озвучить вам все как есть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok